друзья на наш двухнедельный пленэр приехала из санкт-петербурга ивета лохматова всего на четыре дня такая дальняя дорога вот ради чего на эти четыре дня ради новых впечатлений конечно и опыта общение с коллегами когда можешь поучиться не закрываться в себе мастерской можешь смотреть как работают другие художники и сравнивать свои работы какие-то устранять недостатки и смотреть ну как бы себя в окружении мне кажется это очень важно ивета закончила академии художеств имени репина и сейчас там преподает и тем не менее ты все время учишься до не стесняешься учиться нет то есть это какой-то бесконечный мне кажется процесс потому что все время и в живописи что-то новое открывается не очень здорово когда есть люди которые умеют лучше что-то делать чем ты и ты тогда можешь учиться а когда ты успеваешь учиться ведь ты все время одна работаешь на улице или ты с кем-то все-таки предпочитает чтобы рядом были ребята честно говоря я люблю больше 1 ходить чтобы как-то сконцентрироваться и никто не мешал потом уже по результату там посмотреть свои и работы коллег но в процессе я как-то люблю 1 уединяться больше мне часто задают вопрос почему для некоторых ну скажем репин которого ты любишь гений а другие могут пройти мимо вот где это некая эссенция то что ты называешь живописью а для других она не является для меня живопись это живая форма в цвете цветовые отношения тональные и обязательно это должно быть не подсмотрено с натуры то есть не из головы не придумано путем пленеров наблюдений каких-то поездок все складывается постепенно то есть получается сразу видно художник видит тон не видит он врет не врет а вот когда когда вот вот видно что врет но отойти не можешь когда это в каком случае это же как сказать что врет в тоне если он полностью следует реализму вот конкретно классическому то можно так сказать а если он специально допустим сближает тона да как-то вот немножко по-другому выстраивает то это уже как творческий ход идет это может быть то есть если это убеждает значит это правильно если что-то тебе вот ну не устраивает значит надо искать грубо говоря ошибку ты же тоже нарушаешь тону правильно в каких случаях ну может быть чтобы пересдать какую-то воздушность но определенное состояние до тональной но тоже задумывается с одной работы стараюсь делать нас ближе допустим другую наоборот на контрастах из уже специально когда я иду на этюды я выбираю какие-то такие мотивы но чтобы не было повторов допустим и сравниваю свои работы между собой то есть она допустим грубо говоря голубая другая там розовая белая работа или наоборот очень темные тогда это интересно когда нет повторов это разнообразие есть такая задача не повторяться в любимых цветах то есть есть какие-то любимые понятные замесы не конечно есть это можно сказать ну на определенном этапе проблемы такая возникает просто это нужно все время анализировать сравнивать свои и с другими тоже работами с других других художников и работать ну целенаправленно вот сегодня сделала вот она кратком красный допустим или убрать черный допустим какие-то краски новые купить добавить может быть даже флюоресцентные то есть больше эксперимента насколько важен для тебя цвет вот ты мыслишь тоном цветом все всем вместе вот расскажи ну тон цвет пятно все вместе конечно то есть насыщенность цвета тоже от тона зависит но для меня главное чтобы цвет но все-таки ну основополагающим не это интересно кому-то больше на том не больше он ищет контрастов не интересно тонкие какие-то отношения растяжки сложные калорий найти но в то же время чтобы и сохранялась локальность какая-то цвета ну такая непростая задача ну и довольно таки все обобщенно цельно передавать чтобы холст целом смотрелся не что оттуда не выпадало не по тону не по цвету вот и начала например писать новый мотив для тебя сразу понятен центр композиции будет здесь и или он плавает он может изменяться композиция может изменяться ну изменяться может конечно то есть меня нет такого что нет бывает что точно ты видишь какие-то моменты но плюс-минус что-то можно немножко менять перемещать там до компоновать то есть какая-то задумка должна быть обязательно или ты походишь посмотришь выберешь мотив и настроишься то есть его немножко как бы вынашиваешь ходишь и потом приходишь уже точно передаешь в каком формате тебе удобно работать ног размерами я люблю небольшие где-то 30 на 40 меньше 40 на 50 вот так вот но не очень с натуры конечно поменьше размер ну могу и большими какие-то вещи но они конечно уже задуманы и там несколько месяцев ведутся может быть и полгода даже в отличие от натурных просто нужно успевать срабатывать и взять большие отношения детали сделать для тебя существует вот точные законы в живописи или их нарушение есть путь ведь самое гениальное это всегда нарушение чего-то для меня закон то что все-таки не должно быть краски в живописи должен быть я должен быть цвет но есть тюбика элементарно или не должны быть там чистый белье сложный цвет он да и он материализуется только тогда когда правильно взятый тон и цвет даже если ты делаешь другой тональности но отношения внутри остаются те же самые ну как музыки так же а что ты имеешь ввиду как в музыке ну я имею ввиду там другая тональность допустим но в принципе произведение но не меняется ты торопишься на поезд приедешь домой что ты будешь делать это для тебя материал для каких-то работ конечно да обязательно какие-то вещи я уже задумала и мне хочется написать попробовать другое состояние может быть белыми немножко поработать это будет немного конечно но вот сколько ощущения и впечатления продержится свежие попробую ты вчера спросила когда следующий пленэр это значит что понравилось конечно конечно ну давай счастливо до встречи спасибо пока а а и 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